Привет, друзья! Сегодня двигаемся в Powerhouse на виниловую пати. Будет интересно, заодно встречусь со своим питерским друганом. Поговорим за музыку, как обычно. Это совершенно никому не интересно. Продолжение следует... Вот наш партиша тоже что-то уже снимает. Здоровенько! Шик, это Антоха из Питера, мой друг. Он тоже что-то снимает. Нас становится больше. Йо, пойдем пластинку продадим. Пойдем пластинки продадим, посмотрим, может что-нибудь купим. Пойдем пластинку продадим. Вокруг очень много людей покупают различную музыку на физических носителях. Это безусловно приятно, когда он может не только слышать, но и тактильно это ощутить. Как раз мой друг из Питера, Антон, активно занимается продвижением этого вопроса. Он продает не только старые, но и новые пластины. Я не знаю, я бы кайфанул, если бы что-то из моего выпустилось на виниле или на кассете. Будет круто. Слушай, расскажи по поводу физических носителей, насколько сейчас это актуально, все же на Apple Music пересадываются. Совершенно не актуально, это совершенно никому не интересно. Я знаю одного физического носителя. Начало отлично, мне нравится, будет лучшее видео. Слава богу, у меня с ним ничего не было, поэтому... Кстати, логичный вопрос. Столько людей любят винилы, и вот мне актуально, допустим, я музыкант, я хочу издаться на виниле. Что для этого нужно, где это и как сделать, вот расскажи. Ты-то точно знаешь, я в курсе. Ну да, либо нужно... Ну тут зависит от тиража, если ты охуенный парень, и уверен, что ты продашь 300 копий своих. А чтобы ты понимал, Ленинград не всегда продает 300 копий своего альбома на виниле. Ну то покупаешь, ну идешь куда-нибудь в есть... Сейчас... Кстати говоря, это очень важно, но в пауэрхаусе один из владельцев пауэрхауса сделал лейбл и производство в Латвии виниловое. Где сейчас создаются Гоша, Кантурист, вот Боль, сборник Боль и все это выходило на... А сборник Боль тоже от них, да? Да, ну и у них есть свой... Лейбл у них есть, я точно знаю. Ну, лейбл лейблом, нет, у них есть своя пластинка пауэрхаус. Раумская там, кстати, вот, выпускался. Вот, на том же лейбле выпущено. Это, короче, ну там очередь на, типа, на год. Ну, типа, в ближайший год они знают, что они будут делать. Нет, это уже типа с релизом, со всеми делами они занимаются и распространением. А если, ну, то можно в Питере, я не знаю, как в Москве, в Питере есть два лейбла. Одни делают вот на таких квадратных пластинках, как я тебе показывал. А другие делают на круглых, нормальных, ну, лейткат пластинках. Лейткат это когда не прессуется, а пишется. А, на бумажке, да? Иглой, да нет, почему на бумажке? Иглой пишется на виниловый, не на виниловый, на поливиниловый диск. Это стоит очень относительно дешево, что-то типа около двух рублей за копию. Ты можешь сам себе сделать свою пластинку. Не, ну, если по факту, это круто, что каждый может, в принципе, сделать себе пласты, и если вы гастролируете куда-то с ними заехать, я вот обязательно воспользуюсь этим. Ну, вот, к сожалению, там не продумано, ты заказываешь себе 10 копий, тебе это дешевле. Нет, тебе всегда это будет стоить довольно дорого. Ну, то есть, сложно продать пластинку свою, инди-артисту дороже. Ну, типа, ты 2000 за нее заплатил, произведя ее, ну, что ты там нацадишь? 200 рублей или 200 будешь продавать? Ну, тем не менее, как я думаю, если вы гастролирующий артист или стремитесь к этому, к вам лимит доверия явно будет больше, если у вас будут какие-то с собой физические носители. Это будет круче, чем мерч, явно. Ну, сейчас вы сделаете кассеты. Кассеты сейчас, бобины, кассеты, все это очень здорово и становится у вас требованием. Кассеты сделают дешево. Маленький тираж, типа, 30 копий, и одна, с себестоимостью одной кассеты приблизительно 250 рублей. Себестоимость? Себестоимость, да, это сильно дешевле. Ну, как, чем? В моем случае на этом офигенно не заработаешь, но будет приятно, как минимум. Ну, или есть один, если ты играешь в SintiWave какой-нибудь... Я не играю SintiWave какой-нибудь. Я знаю, но если кто-то играет такую музыку, они могут обратиться в издательство Orbitra в городе Ярославль, если я не ошибаюсь. Охеренно, чувак делает бобины. Прикольно. С ложками. Я тебя запикаю, конечно, много, ну ладно. Вообще очень любит то, что он делает. Мы хотим поставить... Я не понимаю, как это продается. Мы хотим поставить все эти бобины в магазин, ну, типа, потому что это очень красиво. И бобинник. Так, ну вот давай, вот вы, если вы находитесь в Петербурге или планируете туда приехать и затариться хорошей музыкой, вот это Антон, вы можете это совершить у него где? В магазине Оно Мое на Большой Разночинной 4. Станция метро Чкаловская. Все ссылки упомянутые про компании, магазин, естественно, будут под видео. А самое главное, если вы не живете в городе Петербург, мы все можем сюда отправить за 300 рублей. За 300 рублей. Во всей стране. Ах ты ебаный. Это было хорошо. В общем, из того, что мы выяснили, как говорит Антон, действительно, это очень актуально на сегодняшний день, даже несмотря на то, что все слушают все в своих айпонах, сансунгах, айподах. Но виниловые пластинки, аудиокассеты действительно имеют место быть, они востребованы очень многим, очень большим количеством людей. Действительно так, особенно я вот слышал от Сергея Сабуру, что в Китае это просто какой-то у них новый петиш, но они были отрезаны от всего этого. И столько людей действительно прямо здесь и сейчас покупают и интересуются всеми. Есть настолько интересных изображений, которые даже не найти в аудио где-то в MP3. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...